Ики-гай это японский метод поиска смысла жизни. Ики с японского жить, гай причина. И сегодня мы хотим познакомить тебя с системой ики-гай. Шаг первый. Познакомься с ее схематическим изображением. Как видишь, здесь четыре системы образующих поля. Их наполнением мы хотим предложить тебе заняться. Давай попробуем разобраться с собой, чтобы найти ту самую золотую сердцевину, которая организует жизнь человека в ощущении счастья. Шаг второй. Ответь на четыре вопроса. Можно ставить видео на паузу и отвечать развернуто. Пиши те пункты, которые первые приходят в голову. Старайся не допускать в сознание ограничивающие мысли. Это невозможно, это не для меня, это трудно. Поехали. Что мне нравится? Как я могу принести пользу? Что даст мне средства к существованию? Что я умею делать хорошо? Шаг третий поможет сформулировать, что для тебя профессия, призвание, миссия и страсть. Посмотри на полученные списки занятий, действий, специальностей, что у тебя получились. Попарно вынеси совпадения в пересекающиеся секторы или найди то, что их объединяет согласно схеме. Например, профессия будет состоять из пересечения твоих ответов на вопросы, что я умею делать и что даст мне средства к существованию. Шаг четвертый. Осталось сформировать свою золотую сердцевину. Свой и кигай. Внимательно посмотри на то, что у тебя получилось выписать в четырех категориях. Профессия, призвание, миссия, страсть. Выпиши это еще раз в приложенной схеме. Постарайся вновь найти то, что их объединяет, то, что и составит для тебя в жизни центр безопасности и счастья, дело, которое принесет тебе радость и средства к существованию, а миру и его людям пользу. Удачи! Аккаунт – это твой информационный и имиджевый проект, и его эффективность должна увеличиваться со временем. Значит, вести его нужно регулярно и долго. Как найти время на ведение аккаунта, если блогинг не твоя основная деятельность? Делегируй полномочия. Это может быть пресс-служба, личный помощник или ассистент. В этом случае, конечно, можно предупредить аудиторию о том, что аккаунт ведешь не лично ты. А чтобы избежать ненужных ошибок и разночтений, заранее максимально подробно обсудите с командой «Видение аккаунта», соберите предложение и мнение коллег. Подели полномочия, то есть ты можешь вести свой аккаунт совместно с помощником. Чтобы особым образом выделить именно твои личные публикации, можно придумать заголовок или хэштег. Рассмотри ведение аккаунта как новую рабочую задачу и определи для нее доступный временной промежуток. Удели особое внимание формированию контент-плана. Не обязательно заводить для этого отдельную программу. В своем рабочем ежедневнике делай прометки, что может стать поводом для публикации или выхода в эфир. Если у тебя есть план выхода публикаций, ты сведешь к минимуму проблему, не о чем писать. Ты можешь регулировать соотношение официального и личного контента. Ты можешь заранее найти и подключить к работе дизайнера или другого помощника. Ты проконтролируешь наперед регулярность публикаций и не пропустишь важный инфоповод. Да, в твою стратегию работы с аккаунтом обязательно должно входить планирование. Это на первый взгляд кажется, что успешные аккаунты ведутся интуитивно. На самом деле заведением блога стоит кропотливая работа. Важно помнить, какие задачи ты ставишь перед собой. Насколько важно для тебя видеть огромные цифры или ценность имеет качество аудитории. То есть это действительно те люди, которым полезна твоя информация, а их реакция и мнение полезны для тебя. Твой тайм-менеджмент только в твоих руках. Здравствуйте, меня зовут Ксения Горьковенко. Я руководитель направления работы с блогерами в ОНО «Диалог региона». Сегодня мы обсудим один из самых эффективных методов продвижения личного бренда. Это интеграция с блогерами и лидерами общественного мнения. Почему же именно интеграция с блогерами является источником продвижения? На блогеров подписано много жителей региона. Это потенциально ваша целевая аудитория и грамотно подобранный для интеграции блогер поможет вам привлечь ее на свою площадку. Их мнению доверяют больше, чем любому другому источнику информации. Блогеры тоже сарафанное радио. Им достаточно упомянуть о чем-то, порекомендовать или просто дать совет. И этим мгновенно интересуются подписчики. Такой отзыв или рекомендация имеет больше вес, чем, например, статья в СМИ. Блогеры подают контент эмоционально и от себя. Возможность донести сложную повестку нативным форматом. Нативный формат — это естественный, живой формат. Креативный формат и контент привлекают больше внимания. Для запуска интеграции с блогерами у вас должна быть правильно оформленная площадка. Ваш блог — это аватар, биопрофиля, контент. Трафик, который упадет от интеграции, должен сразу включаться в повестку, и его нужно заинтересовать. Для того, чтобы аудитория подписывалась на вас и оставалась надолго. Поэтому после запуска интеграции не забывайте продолжать активно вести свой блог и делать качественный контент. Например, можно написать пост или записать stories приветствия, рассказать, кто вы и чем занимаетесь. Особенно, если новых подписчиков будет много. С чего же начать? Создание подходящей базы блогеров для дальнейшего сотрудничества. Искать блогеров можно в СМИ, по запросу, блогеры региона, топ-блогеры региона и так далее, перебирая все возможные комбинации. В поисковике самой соцсети по хэштегу, через базы блогеров и парсинг. Возможностей для поиска блогеров много. Рекомендую разбить базу по классификации блогеров для дальнейшего удобства. Далее мы определяемся с целью рекламной интеграции. Нередко от интеграции хотят всего и сразу подписок, переходов, активности и позитивных комментариев. Более продуманный ход — это определиться с целью, исходя из нее, продумывать интеграцию. Говоря простыми словами, рекламная интеграция — это реклама, внедренная в контент блогера, нативно, то есть в стиле самого блогера. Под разные задачи подходят разные виды рекламных интеграций. Выбираем формат рекламной интеграции с блогером. Например, Stories — это живой контент, который быстро набирает просмотры. Многие пользователи смотрят истории активнее, чем ленту. Также в Stories, например, можно добавить ссылку. Посты. Не исчезают через 24 часа. Однако блогер может удалять рекламные посты спустя какое-то время. Обговорить этот момент заранее. Под публикациями есть комментарии. Когда люди видят под постом вопросы или просьба рассказать подробнее, срабатывает Social Proof. Если другим интересно, то и мне тоже. Много места под текст. Можно расписать все преимущества вашего блога или тезиса. Делая выбор формата, отталкивайтесь от ваших потребностей. Если есть возможность и блогер готов оставить публикацию на длительный срок, оптимально будет взять и пост, и Stories. Пост будет долго привлекать трафик из ленты, а Stories помогут привлечь больше внимания к вашей интеграции. Что лучше не делать? Сразу предлагать финансовые условия. Что предложить, если не деньги? Это эксклюзивность. Блогерам важен эксклюзив, близость к власти и личный контент. Лучше всего, например, организовать экскурсию, поездку, интервью, блок-тур или прямой эфир. Как понять, подходит ли вам блогер? В первую очередь, блогер должен соответствовать вашей тематике и повестке, а его аудитория должна соответствовать географии, полу, возрасту и интересам вашей целевой аудитории. Блогер должен регулярно появляться в Stories и публиковать контент в ленту минимум три раза в неделю. Чтобы не прогадать и не наткнуться на аккаунт, заполненный ботами, нужно соотнести количество подписчиков с лайками и комментариями или проверить вовлеченность с помощью сервисов аналитиков. Чем реже в профиле появляется реклама, тем лучше на нее реагирует аудитория. А вот профили с кучей интеграции, да еще разношерстные, скорее всего, не выстрелит. Закрепим? Для сотрудничества с блогерами можно выбирать разные виды рекламы. Все зависит от цели площадки, где вы будете продвигаться. Например, если в приоритете повысить узнаваемость или доверие, можно выбрать прямой эфир. Если хотите нативно подсветить тезисы, можно выбрать интеграцию в контент или рекламные вставки. Выбирая площадку для рекламы, учитывайте ее целевую аудиторию. Продвигаться через блогеров можно и бесплатно. Есть несколько способов, как это делать. Например, работать по бартеру, предложить инфлюенсеру коллаборацию или дать уникальный контент. Если нужно качественное продвижение с высоким уровнем доверия, это интеграция. Желаю вам охватных блогеров и быстрых результатов. Всем привет, дорогие участники проекта ТОП-Блог, нашего самого медийного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Я очень рад вас приветствовать. Если смотрите это видео, значит, вы точно сделали правильный выбор. Вы хотите саморазвиваться, вы хотите получить новые знания. Я постараюсь вам в этом помочь. Меня зовут Сергей Коляда. Я руковожу департаментом коммуникации платформы «Россия – страна возможностей». Она уже включает 26 проектов конкурсов в Олимпиад. У нас в общей медийной команде всей нашей платформы больше 100 человек. Мы делаем много крутого и интересного контента. Я постараюсь поделиться с вами лайфхаками о том, как быть эффективным коммуникатором в 21 веке. Какие принципы успешных коммуникаций? Шаг первый. Мы должны определить свою целевую аудиторию, сегментировать ее по группам. Шаг второй. Анализируем медиапотребление каждого сегмента аудитории. Шаг третий. Подбираем каналы коммуникации и детально планируем нашу медиакомпанию. Медиапланирование – это основа основ. Нужно правильно выбирать даты для коммуникаций. Время и объем активности в том или ином канале. В современном мире коммуникатор конкурирует за внимание аудитории не только с другими компаниями, конкурентами, другими блогерами, но и со всем новостным потоком. Если в этот день произошел крупный пожар или упал самолет, то ваша новость сообщения не зайдет и потеряется или будет неактуально. Шаг четвертый. Адаптируем тонну войс под каждый сегмент аудитории. Используйте понятный язык. Прочитайте пост своим родным, друзьям, чтобы они дали обратную связь. Понятно ли мы то, что вы хотите сказать своей коммуникации? Шаг пятый. Обязательно анализируйте каждую проведенную коммуникационную кампанию. От традиционных замеров прироста числа подписчиков, просмотров, изменения индекса яр или количества публикаций до качественных исследований с изучением предпочтения аудитории. Обратной связью от них. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Задаете какой-то тренд, задаете новый тон коммуникаций или вбрасываете в общее информационное поле новое событие или новый какой-то аспект. Но не надо забывать, что у вас есть оппоненты. И оппоненты будут бить вам иногда пенальти. Поэтому вы, как галкипер, должны умело отражать эти атаки. Поэтому вот этот вот футбольный пример, наверное, поможет всем коммуникаторам еще лучше понять нашу профессию. Еще несколько советов. Лучше отсутствие реакции, чем непродуманная, рискованная коммуникация, которая приводит к негативу. Успешная работа в коммуникациях с первого дня пишется на чистовик. Никакого черновика у вас нет и не будет. Нужно постоянно двигаться вперед. Если вы остановитесь, вас моментально обгонят конкуренты. Если вы только начинаете карьеру в сфере коммуникации, я очень советую вам попробовать в работе в коммуникационном агентстве. Вы получите опыт разных проектов для различных клиентов. Можете попросить стажировку, можете поработать. Это поможет усилить ваши профессиональные навыки. А самое главное – набить руку. Какие сейчас самые актуальные тренды в сфере коммуникации? Во-первых, стираются границы между PR, SMM и маркетингом. Все инструменты должны играть как единый слаженный оркестр, дополняя друг друга. Если PR делает одно, SMM другое, а маркетинг третье, это рассинхрон и не будет позитивного эффективного результата на выходе. Поэтому все подразделения, если вы работаете в какой-то крупной компании, должны быть как одна единая команда. Вот мы говорили с вами про футбол, может быть как одна футбольная команда. Во-вторых, планирование и реализация стратегии 360. Что это такое? То есть стратегии реализуются сразу на нескольких площадках. Нельзя просто пойти только в Telegram или только в ВК. Нужно использовать весь объем коммуникации, весь объем источников информации, в котором сидит ваша целевая аудитория. Используйте все каналы и все инструменты. Нельзя только ролики или только текст. Нужно использовать вообще разные приемы коммуникации. В этом есть такое ключевое преимущество у вас, как у фиктивных коммуникаторов. В-третьих, рост потребления видеоконтента. Действительно, короткие видеоролики, честные маеолия, востребованы среди современной целевой аудитории. Поэтому, если вы выбираете между тем, чтобы сделать какой-то длинный большой сюжет, короткий ролик или длинный пост, конечно, короткий ролик. Но тоже не надо злоупотреблять. Старайтесь делать это настолько нативно и эффективно, то есть не переборщить с этими роликами, делать их регулярно, ну, например, раз, несколько раз в неделю, так, чтобы ваша аудитория ждала каждое новое видео. В-четвертых, инфографика, геймификация, карточки и другие доступные форматы донесения информации сейчас в самом приоритете. Чем визуально удобнее вы упаковываете контент, тем он эффективнее. В-пятых, амбассадорство. Развитие бренда через личный бренд основателя или узнаваемых лиц, а также сотрудничество с вашими подписчиками или вашими друзьями, знакомыми, которые будут вашими амбассадорами. То есть они будут говорить за вас, какой у вас классный бренд, контент, какая у вас замечательная компания. Никогда человек не может произвести столько контента, чем люди, которые верят в него, которые хотят сами этим поделиться. Вы все прекрасно знаете, как многие компании этим пользуются, когда они привлекают своих подписчиков, своих клиентов рассказывать о том, какой был позитивный опыт встречи с их брендом. В-шестых, прогревы. Это усиление борьбы за время и внимание аудитории. Попытка постоянно привлекать к себе внимание. То есть вы должны каждый раз придумывать что-то интересное, чтобы все хотели читать и смотреть ваш контент. В-седьмых, сериальность контента. Аудитория сейчас очень ждет новой серии. То есть это продолжительные контент-стратегии, какие-то истории, за которыми интересно следить день за днем. Используйте это, помните об этом. И вы точно станете успешным коммуникатором. Привет, меня зовут Илья Олочканов. Я медиа-менеджер, специалист по социальным сетям для медиа. Уже больше 10 лет я создаю различные контентные проекты в социальных сетях. В ВКонтакте, в Телеграме. Вот, участвовал в создании таких проектов, как Мэш, Дружко-шоу. Работал с Life.ru, Хёрт Шкулёв Медиа, ну и многими-многими другими. Сегодня я расскажу тебе про эмоциональный контент. Как его создавать, как выбирать темы. Хороший контент – это контент, вызывающий эмоции. Трогающий струны души потребителей контента. Успех работы в социальных сетях в качестве блогера или редактора заключается в умении вызывать эмоции у вашей аудитории. Эмоции кроются как в самой теме контента, так и в его подаче и воплощении. То есть эмоции определяются тем, о чём вы рассказываете и как вы рассказываете. Поговорим сначала о темах. Тема вашего контента должна укладываться в тематику вашего блога или сообщества и должна быть не только близка аудитории, но и иметь в своей сути эмоциональный контекст. В основе эмоциональной составляющей идут следующие факторы. Это может быть новая, неизвестная до этого информация. То есть что-то, что человек раньше не знал, заблуждался. Или в целом это может быть новое знание. В основе подобной новой информации лежит эмоция удивления. Удивление может быть как позитивным, так и негативным. Ну, например, «Как я мог так заблуждаться?» Или «Я так и думал!» Второе. Информация о событии, существенно повлиявшем на привычный ход жизни. При этом, чем ближе эти изменения к читателю, чем значительнее эти перемены. Тем, соответственно, сильнее потенциально будут эмоции от этого контента. Изменения могут быть как позитивными, так и негативными. Ну, например, если человек узнает, что на соседней улице перекрыли дорогу, и он вынужден объезжать. Он может немного расстроиться, потому что жизнь его изменилась, и эти изменения напрямую относятся к его постоянной жизни. Третье. Информация о драматических изменениях в жизни тех, кто интересен и близок читателю или зрителю. Этим человеком может быть, можете быть и вы, как блогер. То есть, если вы рассказываете о том, что случилось драматического, переломного в вашей жизни. Проще говоря, это информация о том, кому пользователь имеет эмоциональную связь, как позитивную, так и негативную. Например, если позитивный человек переживает за трудностью к человеку, а если человек кому-то негативно относится, и у него что-то такое плохое случилось, человек внутренне немножко радуется. Но лучше, конечно, эту эмоцию не использовать. Теперь поговорим о подаче информации. Эмоциональная подача не менее важна, чем эмоциональная суть темы. То есть, через эмоциональную подачу даже условно неэмоциональной темы можно вызвать эмоции у потребителей контента. Эмоциональная подача создается через художественные и изобразительные средства того типа контента, с которым вы работаете. Ее можно передать через текст в виде субъективных оценочных суждений, ярких эпитетов и прилагательных. Например, там, вау, это круто, я пережил эти невероятные эмоции. Далее, если вы создаете видео или аудиоконтент, то тут вы можете использовать мимику, голос, динамический монтаж, средства погружения и передачи атмосферы. Безусловно, оценочные суждения и субъективные эмоциональные оценки также работают и в видео. То есть, я считаю, что это прекрасно. Вот, например, вот так. В зависимости от того, с каким контентом вы работаете, вы должны стремиться к максимально эмоциональной передаче глубоко трогающих тем. Следите, какие именно темы вызывают много лайков, комментариев и отмечайте, какие именно эмоциональные средства передачи вовлекают в вашу аудиторию и вызывают реакции. Пробуйте, и у вас обязательно будет получаться. Эмоции – ключ к хорошему вирусному контенту. Успехов! Хорошо, если время от времени ты сверяешь часы, отслеживая аналитику, корректируешь свою стратегию развития блога. А что, если мы предложим тебе еще проводить анализ слабых и сильных сторон своей страницы? Знакомься, упражнение «Фанат и критик». Возьми лист бумаги и подели его пополам. Представь, что ты очень строгий критик и пришел, чтобы разнести в пух и прах собственный товар, магазин или в целом блог. Открой блог и посмотри на него непредвзято. Запиши на левой половине листа все, что у тебя проседает. Сложно найти в поиске, нет цепляющего описания, сложно сделать заказ, не указаны контакты, отталкивающий визуал. Будь строг. Признайся себе честно во всех минусах. Закончив часть от критика, представь, что ты самый преданный фанат своего продукта. В правой части листа напиши все, что вызывает у тебя восторг в твоем товаре, магазине или блоге. К примеру, ты вникаешь в проблемы каждого и всегда идешь навстречу с поддержкой. Ты готов вернуть деньги, если услуга не понравилась. Заполнив обе части листа, начинаем с ними работать. Все, что написано в левой части, начинаем доводить до ума. Знаешь, что страдает визуал, и ищешь себе в помощь дизайнера или фотографа. Ты продаешь услугу, но ее сложно оплатить, идешь и заводишь себе альтернативные способы оплаты. А вот правая часть – это твое УТРП, то, что отличает от конкурента. Именно то, что написано в правой части, можно использовать вместо надоевшего «эксклюзивное предложение», «подпишись» и другая классика. Фразы из правой половины листочка бери, когда хочешь поделиться с подписчиками настоящей ценностью своего блога или товара. А еще можешь попросить провести такую же независимую оценку своих близких или, наоборот, незнакомых людей. Всегда есть к чему стремиться. Удачи тебе! Чтобы привлекать новых подписчиков, важно правильно оформить сообщество. Предлагаем вместе пройтись по ключевым шагам в оформлении сообщества ВКонтакте. Добавь качественный аватар и обложку. Это то, что твоя аудитория увидит в первую очередь. Добавь на аватар свой логотип или привлекающую внимание фотографию. А на обложку сообщества помести название проекта, его УТП или просто эффектную картинку в твоем брендинге. В описании сообщества расскажи, о чем твое сообщество, чем ты занимаешься. Будет достаточно пары предложений. Если укажешь здесь телефон, то автоматический определитель ВКонтакте подскажет абоненту, что звонишь именно ты. Придумай и установи короткий адрес сообщества в разделе управления и адрес, чтобы пользователи могли легко найти твою страницу СНОПа. Настрой раздела через настройки сообщества. Создателям видеоконтента пригодятся клипы и видеозаписи, авторам текстов, редактор статей, продавцам, товары. Настрой меню сообщества, чтобы выделить важную информацию и добавить структуру. Ты можешь добавить в меню ссылки на отдельные материалы, целые разделы или публикации с определенным хэштегом. Обязательно укажи способ связи с тобой в блоке «Контакты» и заполни блок ссылок, если у тебя есть свой сайт или аккаунты на других площадках. Установи кнопку действия. Например, открыть твой сайт, позвонить или написать в сообщество. Если в настройках ты поставишь галочку «Показывать автора», то все посетители сообщества будут видеть и твою личную страницу. Подключи сообщение, чтобы оставаться на связи со своими подписчиками. Чтобы добавить сообществу изюминку, переходи во вкладку «Приложение» в правом верхнем углу. Через нее можно установить полезные виджеты. Готово! Программа «Минимум» пройдена. Твое сообщество готово к созданию качественного контента. Приложения и сервисы «ВКонтакте» позволяют расширить возможности сообщества и упростить работу с его аудиторией. Продажа билетов, оформление заказа, отзывы, рассылки актуальных акций и онлайн-запись. Эти и другие функции можно добавить сообществу при помощи различных приложений и виджетов ВКонтакте. Чтобы установить приложение в сообщество, перейди в каталог приложений или зайди в настройки управления. В разделе «Приложения» выбери подходящее под твои цели и нажми кнопку «Добавить». Можно установить до пяти приложений в сообщество одновременно. Чтобы удалить неактуальное приложение, перейди в раздел «Управление», «Приложения», нажми на «Изменить» и далее «Удалить приложение». Например, ты можешь собирать впечатления и отзывы о твоих товарах или услугах через приложение для обратной связи. Отзывы можно расположить на самом видном месте сообщества, чтобы они всегда оказывались в центре внимания посетителей. Для этого в приложениях есть специальный виджет, небольшой графический модуль, который выводится в сообществе для отображения важной информации. Больше приложений ищи в каталоге приложений ВКонтакте. Его пополняют сторонние разработчики, внимательно читая о приложениях перед добавлением. Есть платные и бесплатные варианты. Если ты являешься разработчиком, то ты тоже можешь предлагать свои решения и функциональность в каталог приложений. Какой контент популярен в ВК-клипах? Официальное сообщество ВК-клипов подготовило для тебя подборки по популярным категориям. Ищи у них в статьях полезные рекомендации. Котики, залипалово, собаки, музыка и лайфхаки. У зрителей сейчас пользуются спросом контент про развлечения, музыку, животных и еду. Авторы любят создавать еще и юмористический контент. Дарим тебе короткую памятку успешного клипера. Учитывай формат. ВК-клипы – территория коротких вертикальных видео. Здесь стоит публиковать видео длительностью от 5 до 60 секунд, в хорошем качестве и с разрешением 1080 на 1920 пикселей, а в приложении ВК-клипы можно загружать видео до 3 минут. Используй правильную музыку. Даже если песню можно послушать ВКонтакте, это не означает, что с ней можно снять клип. У ВК-клипов своя музыкальная библиотека. Соблюдайте охранные поля, где есть описание, отметки нравится, название вкладок и прочие элементы интерфейса ВК-клипов – не место для текстовой информации. Алгоритм любит тех, для кого ВКонтакте в приоритете. Не упоминай сторонние ссылки. ВК-клипы – культурная площадка. Здесь не приветствуют грубость. Воровать чужие ролики, использовать кликбейт, обманывать подписчиков – все это злейшее зло. Как и переход границ дозволенного в контенте. И главное правило – не бойся экспериментировать, и твой зритель точно тебя найдет. ВК-клипы – это отличная возможность для начинающих блогеров. Алгоритмы помогают собирать тысячи просмотров даже новым пользователям. Платформа показывает тебя тем людям, которых ты можешь заинтересовать. После того, как видео прошло модерацию, оно становится доступным для пользователей и попадает в рекомендации. Например, 100 людям. Исходя из реакции этих 100 людей, глубина просмотра, лайки, комментарии, шеры – тебя продолжают рекомендовать, но при этом клипы уже видят не рандомные пользователи, а зрители со схожими интересами. Что сделать, чтобы попадать в рек? Первые три секунды видео – самые важные. Ставь в начало яркие кадры, которые цепляют и вызывают эмоции. Зацепкой для пользователя может быть заявочный титр, текст в описании, а также яркий заголовок. Используй трендовый звук. Для того, чтобы понять, какие звуки и треки популярны в ВК-клипах, обрати внимание на подборку популярного или выбор редакции в каталоге. Снимай трендовое видео. Если увидел несколько похожих роликов в ленте, которые выпадают из рекомендаций, значит это новый тренд. Но снимай те тренды, которые подходят твоему образу. Не игнорируй хэштеги. И последнее. Если хочешь стать популярным, работай над чистотой и регулярностью выходов видео. Если ты привык выкладывать видео раз или два в неделю всегда в разное время, меняй привычки. Твоей новой привычкой должна стать регулярная выкладка качественного видео в ВК-клипы. Встретимся в рекомендациях, друг.